Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Форнаксфилм. Не так давно закончилась выставка Акватерм 2022. Походила она в Москве, но не все компании принимали в ней участие. В нашем сибирском регионе довольно популярны котлы Термокрафт. У нас есть обзорные ролики на эту продукцию. И у них появляются интересные вещи. Поэтому мы решили в том же формате, который был представлен на выставке, посвятить сегодняшний выпуск продукции Термокрафт. И сегодня будем беседовать с Василием Петровичем, директором компании Термокрафт, который, я надеюсь, проведет для нас экскурсию по этим чудесным экспонатам. Конечно, Евгений. Здесь есть вещи, которые я уже видел, а что-то новое совершенно для нас. Какие-то из котлов представлены в магазинах Форнакс, а что-то еще не доехало, не успело. И какие новинки нас все-таки ожидают в этом году? Да, Евгений, в конце 2021 года вышел ряд новинок. Ну, как мы уже знаем, пилетный котел Т-капеллет. Был немного доработан. Сейчас абсолютно новая, последняя версия и прошивки, и конструктива котла. Немного доработан на горелках. И части влагоменников котла. Работает практически на любой пилете. То есть и на агропилетах тоже работает? На агропилетах тоже, только режим чистки будет учащенный ставить. То есть, допустим, каждые 2-3 часа горелка должна уходить в самоочистку. Ну, то есть, с помощью пульта управления это можно будет все сделать? Да, конечно, без проблем. То есть, как бы, и мы в паспорте даем определенные характеристики работы панели управления. Да, и с котлом идет оригинальный паспорт от компании Плюм. Где тоже на русском языке все доступно написано. То есть, пользователь без проблем может разобраться. Ну, на крайний случай обратится либо к нашему дилеру, к вам. Либо к нам на завод, если возникнут какие-то там сервисные вопросы. Что-нибудь поменялось в модельном ряду? Также остались 15-25? Да, осталось 15-25 именно моноблоки. Но в том году, в конце года вышла серия ТЭКО Филет Бокс. То есть, который с приставным бункером и с возможностью топки дровами. В этом году планируется выход модели 42 киловатта. Это будет большой котел с большим бункером. И рассчитан он будет где-то, ну, бункер, я так предполагаю, на неделю, возможно, да? Да, как и на всех пеллетных котлах. То есть, бункер рассчитывается примерно, если это 42 киловатта, в районе 350-400 литров. Ну, 5-7 дней, наверное, где-то. Ну, может быть, даже больше, в зависимости от того, как будет эксплуатируется котел. Ну, опять же, в каком регионе? Потому что география-то продаж у вас довольно большая. Да, то есть, в Калининграде, соответственно, он будет стоять и более 10 дней. Кроме форм-фактора, есть какое-то отличие у этого котла, у бокс-пеллет, от предыдущего версии пеллет-тека? Ну, отличие, как бы, по конструктиву горелки, горелка то же самое. Понятно, что добавился здесь, как бункер приставной, основной подающий шнек, выносной. Отличие именно по конструктиву самого котла, то, что добавились водотрубные колосники в средней части. В средней части. Но мы сейчас не откроем, да? Посмотрим. Нет, можно открыть. Можно открыть, да. Аккуратненько. Ага, вот, вижу. Сделан для того, чтобы котел можно было эксплуатировать в ручном режиме. То есть, как бы, в контроллере предусмотрен режим решетка. Соответственно, включается режим, вы загружаете топку дровами. И начинаете эксплуатировать в режиме полуавтомата. Если ТЭКО пилет заточен только для работы на пилетах, то бокс пилет, он может работать еще и на дровах. Да, на дровах в режиме полуавтомата. То есть, горелка функционирует только в режиме вентилятора. Я понял. То есть, у нас нет нужды при работе на дровах снимать горелку, а горелка в этом случае будет работать именно в режиме вентилятора, нагнетающего воздух и регулирующий тем самым процесс горения дров в топке котла. Да, все верно. Отлично. То есть, возможность к этому котлу еще добавляется, то, что он управляет резервным котлом, будь то электрический или газовый. В принципе, на базе ТЭКО пилетбокса можно собрать полностью автономную котельную бункер. По емкости бункеров будут какие-то модификации, либо же он будет выпускаться в одной версии? Даже на этих бункерах предусмотрена возможность расширения. То есть, можно дополнительно приобрести на отставку на бункер. Увлечение бункера возможно до 100 литров. Допустим, на 15 котле и 120 на 25. Василий Петрович, давайте напомним нашим зрителям про горелку, потому что горелка внешне выглядит, конечно, очень технологичной. А какие материалы используются для жаровни? Для жаровни используется нержавеющая сталь, хромсодержащая. Там шестерка, по-моему, да? Там шестерка, то есть, как бы, горелки уже испытаны, то есть, они работают в районе 2,5 лет у пользователей, то есть, третий сезон. Нареканий по горелкам нет. Горелки поедают любую пилету, как уже ранее было сказано. То есть, все зависит от конкретных настроек пользователя. В принципе, в базе мы забиваем уже стандартные настройки на контроллер. Его достаточно просто подсоединить к системе и включить в сеть. А розжиг с помощью какого элемента производится? Мы используем керамические тены японского производства, надежные, рассчитанные на скидку на 10 тысяч поджигов. Ну, то есть, это гораздо больше предполагаемого срока службы котла в целом. Ну, да. Про пилеты все понятно. В принципе, эти котлы популярны и у нас в Сибири, но, к сожалению, пилеты не так распространены, как на Западе. Я знаю, что на Запад хорошо продаете. Но вот у нас, наш Сифарнакс, большую популярность, конечно, имеют угольные котлы. Вот здесь что-то появилось в плане угольных автоматов или полуавтоматов? Да, конечно. Именно в плане угольных полуавтоматов. То есть, вышли новинки Ураган Пров серии и серии Ультра. Котлы Ультра, они уже знакомы нашим покупателям. Но вот версия Ультра Турбо, она отличается от своего предшественника каким-то образом? И Ультра Турбо, и обычная Ультра, это полностью новые котлы. Порошли модернизацию тоже в 2021 году. То есть, старые котлы сейчас сняты с производства. Сейчас новые котлы полностью изменены на теплообменники. Увеличенные загрузочные шахты поменяли подачу вторичного воздуха в зону горения. Поставили турбулизаторы сейчас в верхнюю часть теплообменную. Увеличили зольные ящики. Изменили угол наклона колосников. Добавили новый шуровочный механизм. И котлы сейчас, в отличие от старых, из тройки, сейчас с 4-мм. То есть, по сути, мы получили новый котел, но под старым названием. Да, по сути, это абсолютно новый котел. Ну и по размерам он, по-моему, вырос несколько, стал побольше. Да, по размерам вырос. Изменилась мощностная линейка котлов. То есть, сейчас он начинается с 16 кВт. Вот как раз сейчас на выставке представлено на 16 кВт мощность. Василий Петрович, у вас же есть обратная связь от ваших покупателей? Я знаю, что вы плотно общаетесь и с клиентами. И даже розничные покупатели вам звонят и пишут. Есть обратная связь по реальным срокам эксплуатации на одной закладке топлива? Ну, в среднем, то есть, 16 часов, то есть, ультранной автоматики, они отбивают. То есть, это тот котел, который действительно можно не бояться оставить дома и не беспокоиться о том, что в течение дня он потребует внимания, что нужно будет к нему подойти. Ну, понятно, что любой твердотопленный котел, по автоматическим или автоматическим, требует подхода к себе раз в день, это минимум. То есть, независимо, какая будет цена на котел, какой там будет стоять контроль. То есть, все равно твердотопленный котел требует внимания. Василий Петрович, приставка Turbo есть не только у Ultra, но и у котла, который у вас уже производится давным-давно. Вы планируете что-то делать с линейкой ZEVS, ZEVS Turbo, как-то ее дальнейшее развивать? Или те, сколько там, 7, по-моему, модификаций, которые есть в линейке, этого достаточно для того, чтобы закрыть все потребности? Да, Евгений, 7 котлов линейки ZEVS, то есть, классические котлы, которые идут с механическим регулятором тяги. ZEVS Turbo состоит из 6 моделей котлов, то есть, с мощностью начиная от 8 до 76 кВт. Перекрывает, наверное, все потребности. Перекрывает много помещений, начиная от 50 до 800 квадратных метров. С учетом потолков, конечно, не более 3 метров. Именно котлы ZEVS Turbo позволяют обеспечить длительность горения на одной загрузке до 2-х суток. В среднем, понятно, что системы монтажа не идеальны, и стены из разных материалов. Но, как показывают обратные отклики от покупателей, в районе полтора суток котел стоит. Василий Петрович, у меня еще один вопрос, который я хотел бы выяснить на примере котлов именно ZEVS Turbo. Потому что, вот, есть у нас здесь рекламный плакат, в котором можно увидеть мощности котлов, насколько они отличаются. То есть, от 8 кВт, грубо говоря, до 76. И все эти котлы производятся под одним брендом, под одной линейкой. Как-то показатели эффективности варьируются от модели к модели. Либо же они рассчитаны таким образом, чтобы примерно эксплуатационные характеристики совпадали как у младшей модели, так у средней, так и у самой-самой тяжелой, самой большой. То есть, именно вот вопрос эффективности и, опять же, длительности горения. Нет, конечно. Каждая модель, она эффективна и одинаковая. То есть, все пропорционально относительно младшей переходит к самой старшей модели. То есть, если там, допустим, котел работает полторы-двух, двое суток, да, на одной загрузке, то это будет и 8-10, и 56-76. Вернемся к младшим, наверное, версиям котлов, которые как раз у нас больше, наверное, популярны в розничной сети Форнакс и в интернет-магазине Форнакс. Котлы серии ZEVS и Typhoon это классика, как бы, шахных котлов. То есть, получается, данные модели выпускаются уже нами с 2012 года. То есть, 10 лет котлы на рынке. ZEVS уже прошли 4 модернизации. То есть, с учетом требований пользователей, эксплуатирующих данные котлы, мы доработали все движущие механизмы, структуру этих обменников, загрузку. То есть, на сегодняшний момент, как бы, серия М4, которая представлена здесь на выставке, очень хорошо пользуется спросом, причем во всех регионах, не только конкретно угольных. Даже в европейской части, то есть, Москва, то есть, Подмосковье, за Уралом, то есть, также котлы покупаются. Отзывы только положительные. Василий Петрович, по законодательству же мы, по-моему, обязаны писать срок службы изделия в паспорт только к изделию. Да, конечно. И как раз, по-моему, сроки для твердотопливных топительных котлов установлены в 10 лет. Сейчас мы можем наблюдать тот переходный период, когда котел, по идее, уже мог выработать свой ресурс, но будет продолжать работать. Вот есть у вас обратная связь по тем самым, ну, опять же, первым модификациям, которые трудятся до сих пор? Да, котлы в работе находятся, то есть, и 12, и 13 годов выпуска. То есть, мы специально для клиентов наших сделали, как бы, комплекты модернизации. То есть, вот эти верхние крышки и нижняя дверь, то есть, человек может приобрести уже перейти на более удобное, как бы, обслуживание котла. То есть, это крышка с защелкой, дверь с более правильным, как бы, хода воздуха. Потому что на старых котлах были определенные недоработки подсос воздуха, а именно в районе заслонки подачи первичного, который открывает регулятор в тяги. Сейчас это устранено, и, то есть, как бы, на сайте у нас есть информация и цена. То есть, любой человек может, как бы, заказать, приобрести себе даже комплект. И котел у него, в принципе, почти будет, как М4. То есть, нет нужды менять котел. Получается, можно ограничиться какими-то небольшими выложениями и вновь продлить жизнь котла, тем более, сделав его более совершенным. И, опять же, забыть его на 10 лет про него. Ну, на 10 лет не знаю, конечно, но в плане удобства, как бы, эксплуатации, да, с учетом данного комплекта модернизации, можно продлить жизнь котлов. А я сейчас задам провокационный вопрос. Вот, Василий Петрович, вы создатель всей линейки котлов термокрафт. Так же? Так же. Так же. Ну, есть наверняка вот среди вашего ассортимента любимчики, которые и спроектировались удачно, и продаются хорошо, и перспективы у них есть. Вот, на какие котлы стоит нам все-таки больше внимания обратить? Смотрите, вышла новинка, опять же, в 21 году. То есть, этот год у нас был прям годом модернизации всей нашей продукции. Называется котлой серии Ураган ПРОФ. То есть, полностью так же изменена конструкция котла. Полностью сменены теплообменные части. Я так понимаю, в 2021 году вам было нечем заняться на самоизоляции, и появились новые модернизации, новые модификации котлов. И так, наверное, появился и Ураган Турбо? Или нет? Поправьте меня. Ну, самоизоляция, может, сыграла какую-то роль, но, в принципе, задумка на 2021 год была именно подогнать всю продукцию именно под европейские аналоги. Чтобы наша продукция конкурировала уже с представителями более серьезных компаний. То есть, и, соответственно, мы основное время уделили автоматам и полуавтоматам. Представляю вам котел Ураган серии ПРОФ. То есть, он идет в базе также с панелью управления, с наддувом, котлы полностью модернизированы. То есть, от старых Ураган ПРОФ в линейке 2017 года ничего не осталось. Полностью сменены соотношения теплообменной части, увеличена загрузочная часть. Также встроены съемные подогреватели-каналы вторичного воздуха. Увеличена зольная камера, соответственно, с объемом зольника. Котлы на рынке уже испытаны. Есть, как бы, обратные отзывы. Котел реально работает на загрузке 14-16 часов. Даже в условиях, допустим, низкокалорийных углей. То есть, если взять Казахстан, где высокая зольность и уголь молодой, то есть, не выдают нужную температуру горения. Котлы прекрасно себе зарекомендовали. А по пультам есть какие-то изменения? Какой пульт применяется сейчас в этом котле? Пульт сейчас применяется в плюм. Камакс-260, то есть, это для твердотопов именно полуавтомата. Сейчас самая последняя версия панели от компании Плюм. Но он отличается тем, что он не сенсорный, не такой красивый, как на пилетниках, но тем не менее, он такой простой в управлении. Да, сам экран не сенсорный, но кнопки присутствуют сенсорные. То есть, удобное меню, возможность подключения комнатных панелей, работы по воздуху, возможность подключения к интернету, возможность подключения дополнительных модулей, ну, соответственно, управление насосом ГВС и центрального отопления, то есть, здесь присутствует в базе. Надежная, как бы, логика, то есть, проверенная именно поляками, потому что, ну, есть на рынке, как бы, и другие польские производители, да, но именно само пидорегулирование, как бы, у Плюма реализовано наилучшим образом. Возможность подключения датчика дымовых газов именно в 260-м контроле. Ну, то есть, если его дополнительно доукомплектовать еще дополнительными элементами, то, возможно, существенно повысить эффективность системы отопления в целом. То есть, пульт существующий может управлять и не только горением, но и всеми элементами системы отопления, которые могут управляться. То есть, поэтому мы и сотрудничаем с компанией Плюм, потому что, как бы, на рынке, в принципе, контролеров, но они занимают лидирующие позиции. Да, котел удачный, перспективный, у него большое будущее. Ну, естественно, не перекроет, как бы, спрос на такие коты, как Тайфун и Зевс, да, но будет достойным, как бы, конкурентам. Несмотря на то, что компания на выставке не принимала участие, но, тем не менее, мы получили полное представление обо всем модельном ряду. Твердотопленных отопительных котлов, автоматических котлов, котлов, работающих на пилетах. За всеми обновлениями ассортиментного ряда следите на сайте fornax.ru. Обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что мы периодически наведываемся в гости к нашим любимым партнерам. Ну и, естественно, покажем все самое свежее, самое новое, то, что появляется в ассортиментном ряду. И на сегодня мы с вами прощаемся. Василий Петрович, спасибо вам большое. Да, вам спасибо, Евгений. До новых встреч, друзья. Счастливо.